Всем тихой ночи! Большая часть вариации SCP-001 пытаются показать с чего все начиналось, однако некоторые из них предлагают нам вариант того, как все закончится. И это логично, потому что в мультивселенной SCP же полно миров и можно показывать сколько угодно апокалипсисов. И конечно, самый интересный из таких это объект SCP-001, когда наступает рассвет. Изначально он был написан для конкурса на номер SCP-3000, темой которого кстати был ужас, но по неизвестной причине автор решил, что его объект должен иметь номер 001, возможно потому, что описанная в нем история сразу приобрела некоторую популярность. Объект быстро стал настолько популярен, что на его основе был сделан мод для игры SOMO, который превращает оригинальную игру в приключения в том мире SCP, где произошел конец света, о котором и повествует этот объект. Что же такое произошло? В один прекрасный день свечение солнца внезапно изменилось. Да так, что при попадании солнечного света на любой живой организм тут размягчался и начинал плавиться как воск. Однако такие изменения не приводили к смерти. Напротив, расплавленные организмы приобретали способность к изменению формы и даже оказались способны сливаться между собой, образуя огромных аморфных монстров из плоти. Многие из них оказываются неспособны даже активно перемещаться и лишь ползают с места на место на манер улиток, пожирая любую органику. У некоторых напротив появляется множество конечностей, которыми они могут ловко переносить свои монструозные тела с места на место. Самое страшное в этих монстрах это даже не их внешний вид, а то, что они находятся в сознании. Воспоминания личности поглощенных этой биомассой существ перемешиваются самым диким образом. И еще есть одна деталь, которая делает всю эту ситуацию совсем дикой. Поглощенные на самом деле не страдают. Напротив, они пребывают в экстазе и хотят поймать всех оставшихся людей. Не для того, чтобы сожрать или там просто убить, а чтобы избавить от страданий. Все случилось неожиданно. В один момент мир жил обычной нормальной жизнью, а в другой планета наполнилась отвратительными монстрами. За сутки, за которые испорченный солнечный свет обошел всю планету, большинство людей стало биомассой. Фонд SCP оказался не готов к этому событию, и из многих зон содержания сбежали самые разные SCP-объекты, добавив кошмары и хаоса в плавящийся мир. Однако, благодаря тому, что SCP любит строить огромные подземные базы, многие сотрудники не были затруднены произошедшим. Уже через несколько дней после катастрофы по всем городам планеты ползали монструозные куски биомассы, составленные из тысяч людей. Они издавали ужасные звуки, кричали и выли. А главное, они звали тех, кто засел в различных укрытиях, зазывая немногих выживших присоединиться к себе, выйти на солнце или в лунный свет и стать частью этого пугающего зрелища. Персоналу фонда было объявлено, что необходимо двигаться в зону 19. Благо, многие учреждения фонда соединены подземными переходами, так что значительная часть выживших отправилась по сети тоннелей в путь. Биомасса на поверхности начала изменяться и развиваться. Она, судя по всему, восстанавливает работу радиостанций и других элементов человеческой цивилизации, начинает передавать сигнал о том, что оставшиеся люди должны выйти на поверхность. С другой стороны, целые реки жидкой плоти устремились в подземелье, выковыривая оттуда выживших и вытаскивая их оттуда на поверхность. Большинство из тех, кто шел подземельями, были захвачены и утащены к солнцу. Лишь единицы дошли до зоны 19, но и от этого было мало толку. Через какое-то время контакт с зоной 19 теряется, а еще через несколько часов восстанавливается, но характер сообщений меняется. Зона 19 начинает передавать информацию о том, что тех, кто прячется под землей, не ждет ничего хорошего, и нужно выходить наружу, встречать новый мир. Примерно в таком же ключе меняется и описание CP-001. Теперь там написано, что ничего плохого не произошло, и вообще все как обычно. Кто-то из сотрудников, устав прятаться в сырых подземельях, выходит наружу, кто-то продолжает прятаться. Таков сюжет самого SCP-001, когда наступает рассвет. Но, конечно, это далеко не единственный текст про этот умирающий мир на сайте SCP. Существует несколько рассказов от лица тех, кто пережил катастрофу. Например, на канале было видео с рассказом про ученого, который в момент катастрофы оказался в SCP-1678, подземной версии Лондона, благодаря чему и спасся. Есть рассказы от лица объектов. Аномальный разумный робот SCP-2785 в один прекрасный день обнаруживает, что дверь в его камеру содержания открыта. Он начинает бродить по комплексу и видит, что людей в нем давно нет, и все рассыпается от старости. Странный дружелюбный робот решает, что будет поддерживать комплекс в хорошем состоянии, пока люди не вернутся. Но люди так и не вернулись. Но главное, что у истории про ужасное солнце есть прямое продолжение. SCP-3280. Оказалось, не только существующие живые организмы превратились в нечто страшное. В воде зародилось совершенно новое чудовище. Масса, похожая на желатин, на вид неотличимый от толщи воды, однако обладающая разумом и крайне враждебная все обычные жизни. Фонду удалось запереть единственно обнаруженный экземпляр в зоне содержания, но неизвестно, к чему может привести его побег в мировой океан. Следующая история, под названием «Созданная из глины», представляет из себя абсолютную загадку, потому что она до сих пор так и не была написана автором. И чем там все закончилось, мы не знаем и, похоже, не узнаем. Так что возвращаемся к рассказам. Массивные ворота зоны 38 открылись. Оттуда вышли люди в мощных костюмах, полностью закрывающих от солнца. Их задачей было дойти до зоны 19 на поверхности. Но это было непростой миссией. По пути им встретился монстр, представляющий собой стаю собак, слившихся в одно существо с сотней пастей. Однако среди них были и нормальные собаки. Жизнь, похоже, начала приспосабливаться к новым условиям, и появились особи настолько плотно покрытые шерстью, что солнце практически не влияло на них. В тот день поход как-то не задался. Выжившие понесли значительные потери. Зато стало известно, что многочисленные стаи подобных животных теперь наполняют опустевшие города, становясь истинными хозяевами земли. Приручение и разведение этих собак становится основным занятием населения зоны 38. Свои заботы и экипажа подводной лодки, которая занимается содержанием гигантской подводной змеи, той, что SCP-3000. Их окружила бесформенная сущность, слаборазличимая в воде, которая нападает на всех, кто выходит наружу в водолазном костюме. То есть SCP-3280, получается, выбрался с места, где его пытались содержать. Кому-то, конечно, повезло работать с объектами и устройствами, дающими возможность перемещаться в другие миры. Конечно же, эти люди просто покинули эту вселенную. Но большинство так и остается обреченным прятаться в подземельях. В довершении всех бед в базу данных этого мира влез межпространственный хомяк Дада. Сам этот текст, как нередко бывает во всех произведениях в жанре хоррора, ничего не объясняет, как не объясняют происходящее и рассказы. Вот солнце, оно делает монстров, монстры делают атмосферу ужаса. Но в SCP, как известно, так не принято, потому появилась масса теорий. Сам автор написал, что в его тексте нет ничего намекающего на происхождение объекта. Также нет связи с другими объектами. И все предположения можно считать одинаково верными. Что значит, что любая теория может считаться правильной. И самая очевидная догадка это предположить, что все это устроили саркицисты. Ведь они как раз больше всех любят манипулировать плотью и создавать монстров из нее. В том рассказе про ученого, спасшегося в Лондоне, есть момент, где ему снится сон, в котором злое солнце предстает в виде огромного глаза, тянущего к нему руку. Что уже может намекать на какое-то божество. Например, на бога плоти Елдоваофа, который по какой-то причине возродился и устроил по этому поводу вот такое событие. Но вот если сам по себе SCP-001, как наступает рассвет, не ссылается на другие объекты, то вот SCP-475, который я уже, кажется, постоянно начал упоминать в своих видео, все же связывает обезумевшее солнце кое с чем. Да, SCP-475 это фигура Папы Римского из мыла, который при контакте с любым представителем организованной религии вызывает его преобразование, связанное с исповедуемым вероучением. Когда к SCP-475 подвели представителя небольшой секты, которая называется Дети Факела, он расплавился и стал именно таким существом, каким были SCP-001. В мире SCP Дети Факела это мелкая секта, которую фонд уничтожает в абсолютном большинстве миров полностью. В основном объекте Детей Факела SCP-2814 упоминается, что их целью является возрождение некоего лучезарного отца. Возможно, мир SCP-001, когда наступает рассвет, это мир, где этой маленькой секте удалось вернуть к жизни свое божество. Всем пока!